Сегодня в третьей школе уроки закончились пораньше. Ученики встречают почетных гостей. Среди них представители Управления образования, сотрудники Березняковского музея и педагоги других школ. Главный символ этой школы учитель-физик Василий Васильевич Ефимов. Провожает всех в свой кабинет и показывает физические опыты. Василий Васильевич с помощью законов физики демонстрирует. Лампочка выдерживает вес человека. Ведь такое стекло, хрупкое на изгиб, но на сжатие прочное. И усаживает гостей на доску с острыми гвоздями. Все безопасно, ведь если гвоздей много, давление на коже уменьшается, но ощущения все равно непередаваемые. Ой, как хорошо! Физика плюс интерес к этой науке в этой школе равно славная история. Поэтому и музей носит название «Физикум». Раз, два, три! Красная лента перерезана, и вот нам открываются пока совсем немного стендов, но все впереди. Среди самых ярких экспонатов проигрыватель, который школе подарила первый директор Елизавета Яковлевна Иванова. Фото первого выпуска физмата и легендарная футболка, которая есть у каждого ученика. Оранжевая футболка – это традиция школы номер три. Она существует и сейчас. И на посвящение в физмат всегда всем дарят такую футболку. Отдельный стенд посвящен, конечно же, тому самому человеку-легенде – Василию Васильевичу Ефимову. Здесь и награды, и фото, и приборы, которые помогали знать этот предмет на отлично еще советским школьникам. С точки зрения истории, правильно говорили сегодня, что все это надо сохранить, потому что, ну, кто со мной, допустим, начинал работать, их почти уже в школе нет. И, к сожалению, молодые коллеги уже о них ничего не знают. В фондах много архивных снимков, и здесь, наверное, интересно было бы побывать ученикам прошлых лет и вспомнить свою школьную жизнь. Вот это, например, альбом выпуска 1987 года. Видно, что ребята его оформляли сами, причем с душой. Кстати, открытие музея для выпускников состоится 31 октября после празднования юбилея школы. И музей принимает в дар старые фотографии и другие интересные экспонаты. Может, это будут какие-то уникальные награды или даже рукописные конспекты. Каждый кирпичик прошлого важен, чтобы построить будущее, говорят педагоги. Вспоминать, если слова Неделеева, знание без воспитания – это меч в руках сумасшедшего. И, увы, сегодня такие уроки в жизни нам преподносит жизнь, что мы в этом убеждаемся. И открытие музея в школе, я думаю, это как раз та самая платформа, которая будет позволять воспитывать таких же великих людей, которые здесь выпускались ранее. Чтобы подрастающему поколению было интересно, у всех экспонатов есть QR-коды. И уже завтра в этих стенах начнутся экскурсии для учеников третьей школы. Евгения Кокширова, Степан Некрасов, Новости Верхнекамья.